Всем привет! Сегодня я сделаю для вас обзор своего последнего заказа с сайта Faberlic. Давненько я уже не делала такого рода видео, и я думаю, что давайте приступать, потому что довольно много здесь собралось всего интересного, о чем хочу вам рассказать. И начну, наверное, с самого-самого интересного и любимого за последнее время, а именно о леггинсах. У них на сайте появилась целая линейка леггинсов, они там разных цветов, и можно выбрать, ну, соответственно, свой размер и в том цвете, который понравился. Я решила начать с черного. Я, кстати, извиняюсь, если вы видите здесь шерсть на них, это потому что я их постоянно таскаю, а шерсть это неотъемлемый атрибут тех, у кого есть домашние животные. Ну, короче говоря, я их заказала на пробу и взяла размер М. Кстати, размер можно было мне, наверное, взять С, потому что они тянутся, и из-за того, что они очень плотные, все равно они не растягиваются и не становятся прозрачными. Очень мне понравились эти леггинсы. У нас сейчас вообще наступили жуткие холода, там минус 18 было, и просто в штанах там или каких-то джинсах вообще дико просто холодно. И я вот эти леггинсы пододеваю под джинсы сейчас. Сейчас безумно тепло, намного более тепло, чем в каких-то толстых даже колготах. До того, как похолодало, я просто их носила в качестве штанов с какими-то длинными свитерами. В любую дорогу это тоже отличный выбор одежды, потому что в них комфортно, в них приятно, вы их не ощущаете у себя на ногах, но в то же время очень тепло. Единственное, чего я боялась, что они будут прозрачными. То есть вот когда вы будете их надевать, они будут становиться прозрачными, но нет, ничего не просвечивается сквозь эти леггинсы. Они плотные, очень приятные к телу, мигусенькие. Короче говоря, я думаю, я себе закажу еще черные в размере S, и, наверное, еще какие-то цвета себе возьму, пока они их не сняли с производства, потому что я ими очень довольна осталась. Еще что тоже у них появилось недавно, это пополнение коллекции посуды. По-моему, каждую зиму они выпускают какие-то коллекции новые, если я не ошибаюсь. И сейчас конкретно тоже такая зимняя коллекция, я несколько вещей прикупила. То, что мне понравилось больше всего, это была вот такая вот тарелочка блюда, снегири, по-моему, она называется. Мне очень понравилась эта тарелка, и она послужила отличным таким элементом декора для каких-то праздничных блюд. Я, кстати, вот именно на эту тарелочку выкладывала свой рецепт новогодний, и на ней вы могли видеть, как это все смотрится. Очень так по-праздничному и красиво. В общем-то, если вам нужно именно такое, как бы, симпатичное праздничное зимнее блюдо, то вполне можно заказать фаберлики. Еще я сейчас активно пользуюсь вот таким вот салатником, храню в нем фрукты, и у меня этот салатник всегда стоит на кухонном столе, и в нем разные, в общем-то, я фрукты держу. Этот салатник в середине тоже с рисунком, сейчас я вам его покажу. Вот здесь в середине вот такой вот рисуночек, здесь какая-то калина нарисована, я так понимаю. Вот этот салатник, что касается его качества, то это керамика, но рисунок, вот я бы не сказала, что очень прям качественно сделан, мне как-то тускловатые цвета немножко кажутся, но я скажу так, что если цена на этот салатник вас устраивает, то вполне можете заказывать, потому что я им с удовольствием пользуюсь, то есть я не жалею, что я его заказала, но хотелось бы, конечно, немножко более яркие, наверное, цвета, они какими-то мне чуть тускловатыми кажутся. Еще тоже из серии со снегирями я взяла вот такой вот маленький соусник, у меня ничего подобного не было, и очень часто, когда приходят гости, я подаю что-то к столу, какой-то соус, мне его некуда было налить, и вот как-то оно мне просто попалось на сайте, я решила заказать, пока еще я им не пользовалась, но мне очень нравится, такой вот симпатичный снегирейте нарисованный. Вот соусник, в принципе, мне больше нравится по качеству, и цвета какие-то более такие яркие, что я не знаю, как камера будет передавать, потому что, возможно, контрастность будет более высокой из-за настроек камеры, но я вам передаю как бы ощущение вживую от этих предметов. Что касается декоративной косметики, то заказала я свою обожаемую жидкую подводку, это в черном оттенке, 5431, заказала новую, потому что в старый идет очень такой вот аппликатор неудобный, они сейчас его заменили на просто обычную такую синтетическую тоненькую кисточку. Раньше там был фетровый аппликатор, еще он как-то сначала сужался, а кончик у него так вот расширялся, в общем-то очень странный аппликатор был, сейчас они сделали новый, и мне вот конкретно вот этим очень удобно, еще они его сделали достаточно тонким и упругим, и таким образом получается, когда делаешь стрелку, очень удобно маневрировать этой кисточкой, и в общем-то да, я все подводки, которые изначально заказала, потом перезаказала в тех же оттенках, только уже обновленные версии, и обновленная версия мне очень нравится. Сейчас у них появилась новая серия ароматов, которая называется ванильное лакомство, я вообще в целом очень люблю ваниль, запах очень приятный, очень зимний, такой теплый, я бы сказала, и я заказала сразу как крем-гель для душа, так и крем масла для тела, маслом для тела я уже пользовалась, буквально несколько раз пользовалась, но мне очень понравился запах, вот в Фаберлике иногда бывает такое, что запахи немножко такие химозные, я это очень не люблю, но что касается конкретно этой линейки, то вот как на мой вкус, очень-очень приятный запах, именно такой ванильный, теплый, обволакивающий, такой очень-очень приятный запах, крем-гелем для душа я еще не пользовалась, он еще запечатанный, но у него аромат должен быть точно такой же, а масло достаточно увлажняющее, приятное, на зиму очень приятное ощущение, быстро впитывается, в общем-то я этим заказом довольна. Если вы смотрели мои видео с пустыми баночками, то знайте, что я там говорила, что в Фаберлике я очень люблю заказывать средства для дома, такие всякие ванно-банные принадлежности, потому что они заканчиваются очень быстро, но в то же время в Фаберлике это, по моему мнению, идеальное такое соотношение, цена-качество, потому что запахи там очень приятные, качество такое нормальное, как за те деньги, которые они ставят на ценниках, поэтому я очень часто покупаю разные вещи, в том числе я очень люблю вот обычное классическое мыло от Фаберлик, сейчас я выбрала мелодия Мэй Хоа, это слива Мэй Хоа и белый жасмин, и также я взяла Балийская идиллия, туалетное мыло, это молоко кокоса и гибискус, вот этот запах не очень удачный, вот это вот такой вот немножко более химозный запах, или из-за того, что этот кокос смешан с гибискусом, мне он не нравится, я не пойму, что конкретно с этим запахом не то, но мне он не нравится, вот этот еще не пробовала, ну как-нибудь расскажу вам обязательно, как он мне понравился или нет, у них очень классные запахи, это знойный маракеш, тоже есть мыло в этом запахе, можете его взять, точно не ошибетесь, еще я заказала тоже зубную пасту от Фаберлик, я только один раз пробовала заказывать зубную пасту, и она была из какой-то лечащей серии, по-моему, там такой вот белый тюбик, абсолютно такой классический был, и она как-то мне не очень пошла, я не помню, что конкретно было не то, но по-моему, какой-то горьковатый привкус у меня оставался во рту, поэтому я вам ее не показывала, решила еще раз попробовать, если вы пробовали Фаберлик и зубную пасту, то скажите, какая вам нравится, нравится ли вообще какая-то, и стоит ли их заказывать, вот эту пока не пробовала, поэтому попробую, вам чуть попозже расскажу, что я пробовала, и что я каждый раз заказываю, как только у меня какое-то из этих срезов заканчивается, я сразу же оформляю заказ на новое, потому что и одно, и второе мне очень нравится, и я сейчас говорю о вот этих вот двух средствах, первое это чистящее средство для ванной комнаты, безумно классная штука, вот буквально чуть-чуть на губку наносишь, вот так вот прошелся по ванной, по всем смесителям, идеальная чистота моментально, оно немножко пенится, и таким образом его надольше хватает, то есть достаточно буквально чуть-чуть на губку нанести, и оно размыливается, распенивается, и хватает и на всю ванну, и на умывальник, в общем-то хватает надолго, этого средства безумно просто люблю, и если вы покупаете какие-то средства, я вам очень рекомендую к этим присмотреться, для дома отлично, и еще одно средство для дома, которое я тоже обожаю, просто вообще не представляю, как без него жить сейчас, это средство для чистки духовок и плит, просто мой спаситель, вот честно вам признаюсь, потому что у меня варочная поверхность здесь дома стальная, и вообще вот в целом, вот мой вам сразу совет, если вы сейчас делаете ремонт, и выбираете какую-то технику, ни в коем случае не выбирайте сталь, вот именно такую знаете, как шлифованная сталь, это просто поверхность, которая моментально становится грязной, вот буквально любая капля воды, даже если вы вытираете, даже если насухо вытираете, сразу все эти разводы видно, любые какие-то загрязнения к ней настолько сразу пристают, это просто ужасно капризная поверхность, поэтому для того, чтобы держать ее в идеальной чистоте, я вообще такой человек, который любит чистоту, я не люблю, когда все загажено, я не люблю, когда там где-то пятна какие-то, у меня, да, вот такой вот пунктик, и мне важно, чтобы на кухне, да и в принципе везде, было очень чисто, это средство очень круто убирает любые загрязнения, и с варочной поверхности, и с духовки, если у вас вдруг что-то прилипло, и уже так долго жарилось, там шкварилось на плите, то вот это средство нужно залить, и оставить где-то на полчаса на этом месте, и оно вот так вот разъедает, разъедает это все, то что там лишняя грязь какая-то, и потом вот так вот губкой вы это все убираете, очень-очень-очень классное средство, вот просто безумно я ему довольна, ну вот в принципе и все, надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным, если оно вам понравилось, не забудьте поставить перед уходом палец вверх, задавайте свои вопросы внизу, оставляйте комментарии, и мы с вами увидимся в следующих моих видео, пока! Сегодня я буду делать для вас очень запрашиваемое видео в последнее время, а именно видео, которое будет рассказывать все о моих волосах, чем я их крашу, как я за ними ухаживаю, как я укладываю, в общем-то, что я с ними делаю, поэтому я решила продолжить эту серию и рассказать вам еще немножко о разных ошибках, которые я встречаю ежедневно практически на разных девушках, и возможно вы также делаете эти ошибки и даже не задумываетесь о том, что их можно исправить и таким образом улучшить ваш макияж. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!